В нашем регионе планируют создать музей церковной архитектуры. Ивановский политехнический университет заключил соответствующий договор о сотрудничестве с Иваново-Вознесенской епархией. Студенты в ГПУ под руководством педагогов будут обследовать руинированные храмы. Всего выбрано семь объектов, которые имеют историческую значимость. Заодно специалисты осмотрят храмы на предмет возможности их реставрации. Георгиевский храм в селе Егорий Ивановского района – один из них. Впервые сталкиваюсь именно с старинными материалами, кирпичами. Они все разного размера, не похожи на современные. Кладка тоже сделана совершенно по-другому. Вместо цемента покрывают известью. То есть, скорее всего, мы будем проводить научные исследования и точно это узнаем. Свою дипломную работу Никита Голубев и еще двое других студентов будут делать, отталкиваясь от исторического материала. Прежде всего, исследуют строительные материалы, из которых созданы памятники архитектуры. Естественно, в работу брали те образцы, которые удалось найти возле стен храма. Умощенный урон объектам культурного наследия никто не наносил. Мне интересно, как делались кладки, кирпичи исторические, как они формовались, какие материалы из каких. Потому что нам известна только современная технология, а исторических выкладок мало кто делает. Поэтому меня эта тема очень заинтересовала. Но она интереснее, чем стандартные дипломные работы. Этим кирпичам больше века. Они и по размеру, и по цвету существенно отличаются от современных. Первые результаты обследования можно будет получить уже через год, когда студенты выйдут на защиту своих дипломных работ. Я исследую другой храм. Это село Фряньково-Фурмановского района. Меня заинтересовала эта тема, так как я живу в Фурмановском районе, и мне очень интересна история моего района. Также это поможет мне в моей проектной работе. И я смогу сделать опыты на кафедре, которые мы уже проходили. Но это будет интересно брать с другими материалами. После исследования собранные образцы сформируют выставку. Планируется, что под музей отведут одно из помещений на базе Политехнического университета. Эти материалы разместим под фотографиями, гербами фамилий, которые создавали, покровительствовали этим храмом. Мы положим то, что представляет интерес. Уже с описанием, из чего они были сделаны, как. Потому что раньше технология производства кирпича отличалась от современной. Не было непрерывного производства, не было таких обжиговых печей. Было интересно, как они формировались, почему такие размеры. Все это будут изучать наши студенты. Ребята не исключают, что полученный опыт пригодится при выборе профессии. Некоторые студенты всерьез намерены заняться в будущем реставрационными работами. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.